Виктория, насколько предприятие, которое вы представляете, велико и где находятся ваши производственные площадки? Мы находимся в центре России, в Калужской области. У нас 107,5 гектара площадей защищенного грунта. Мы большие. Мы одни из первых выпустили бренд в стране в 2015 году. Начало, по сути, работы нашей компании. Тогда был организован наш бизнес тепличный. А в 2016 году вышел бренд «Мое лето». И вот уже сколько лет мы производим продукт под этим брендом. Если говорить с точки зрения узнаваемости, если говорить про масштабы, мы входим в топ-3 самых узнаваемых брендов Центральной России и Северо-Запад. Именно на этой территории проводилось исследование компания «Тибурон». И у нас площадь защищенного грунта под лампами специальными, она одна из самых больших в Европе. Именно под такими технологиями. Мы не хотели бы сейчас, чтобы это выглядело как реклама. Нам действительно есть чем гордиться. Мы являемся предприятием, которое внедряет очень много инновационных, интересных и уникальных технологий. И, конечно, все это возможно благодаря людям, команде и масштабам. То есть у нас предприятие полного цикла. От семечки до прилавка. У нас полив дождевой водой, опыление шмелями. Полностью собственные зоны сортировки, своя система логистики. И, конечно, это дает нам возможность отслеживать весь цикл в создании выбора гибридов, в создании и производстве продукта до его реализации. Мы сами выводим бренды, создаем их, проводим аналитику и выверяем на математическом уровне практически, какие продукты нужны нашему потребителю. И итогом всего этого является, как я уже сказала, наш бренд входит в топ-3 самых узнаваемых брендов. И у нас контракты со всеми федеральными сетями, крупнейшими в стране. Ну, плюс, конечно, локальные сети, розницы. Какие запросы к вам транслируют ритейлеры? Чего они просят? Насколько часто от вас хотят видеть что-то новое? И вообще, насколько часто в ваших категориях, кажется, таких привычных, там, огурцы, томаты, грибы, казалось бы, что там вообще можно придумать нового? Спасибо за вопрос. Я очень люблю на него отвечать, потому что искренне считаю, что у нас одна из самых интересных и удивительных и живых отраслей. Каждые 9 месяцев у нас рождается новый продукт. Ну, то есть, 9 месяцев идет производство, мы выращиваем новый ассортимент, мы формируем наш ассортиментный портфель, потом наши теплички отдыхают, принимают душ, дышат, у нас перерыв такой, и начинается новый цикл. То есть, на каждые 9 месяцев мы можем сформировать новый ассортимент. И, конечно, этот ассортимент мы формируем на основании реальных потребностей рынка. У нас в команде достигнут такой уровень взаимодействия, которым мы все очень гордимся, что мы можем производить реально нужный продукт. То есть, мы выбираем, что нужно рынку, анализируем потребности. Это анализ этой потребности происходит с двух сторон. Во-первых, это та аналитика, которая есть в прямом доступе, либо собранная нами, то есть, это цифры по продажам, емкость рынка по той или иной категории и потребность со стороны сетей. Сейчас я о ней поподробнее расскажу. Дальше мы приходим к нашим агрономам и говорим, коллеги, нам кажется, что вот этот томат пойдет на рынки, он нужен. И дальше наши ребята, агрономы, суперпрофессионалы говорят, это может вырасти или не может вырасти. Вот здесь допускается соседство культур. Вот этот продукт мы не можем посадить с этим. Вот здесь у нас полив такой, полив такой. Это живой продукт. Мы говорим, вот у нас есть рассадное деление, это садик наш. То есть, мы сосаживаем семечку, она там прорастает, потом мы это перевозим уже в теплице. И не каждый продукт друг с другом может расти. Здесь уже производственная история. А дальше мы смотрим, как лучше упаковать, в какой лучше упаковке. Здесь очень сильно влияют требования сети. У каждой сети есть и технические требования, и, так скажем, ментальные. Технические – это то, что касается упаковки квантов, веса, фасовки. Но, во-первых, везде есть фиксированный вес. Если ветка черри 250 грамм, то это 250 грамм. Если это 200 грамм, то это 200 грамм. Меня наверняка будут видеть наши партнёры, коллеги сети. Очень хотелось бы пойти в сторону всё-таки динамического веса, чтобы нам разрешали. Так как это продукт живой, конечно, одна ягодка может больше, одна быть меньше. И мы вынуждены формировать эту прекрасную ветку. Мы могли бы её, например, отгрузить полной. Я, как потребитель, купила бы больше ветку. Но у нас есть требования от сетей. Вы отщипываете от вески? Конечно. Ну, где-то отщипываем. Ну, не отщипываем, это называется рассортировка. То есть это сингл, это когда штучный томат и веточка. Это когда, например, ветка. Опять же, есть требования, мы их соблюдаем и очень уважительно относимся ко всем партнёрским отношениям. Но просто эта история не совсем гибкая. Также требования сети, они, конечно, складываются в отношении каких-то продуктов. Если мы говорим о реальных потребностях людей, которые транслировали сети, то лет пять назад это было обязательно написано, должно быть место производства. Это чаще всего должен был быть отечественный продукт. Потому что пять лет назад, когда на полках был Марокко и Иран, очень ценилось именно отечественное производство. Это прям было, как, скажем, добавленная стоимость. Сейчас, слава богу, мы практически закрыли потребности россиян в продукте. И по определению продукт отечественный. Сейчас требования такие. Сейчас все пошли во вкус, запах, цвет, формы. Сети просят эксклюзивные продукты. Сети требуют уникальные. Когда мы говорим, что томаты, томаты, это не совсем так. Гибриды отличаются друг от друга, во-первых, сладостью. Вот был такой человек Брикс с фамилией Брикс, который первый вычислил, как измерять содержание сахара в фруктовом соке. И мы измеряем эти показатели, предоставляем их сетям. Дальше, конечно, параметры лёжкости, параметры кожуры, то есть плотное, неплотное. Но вот эти тонкости они не изучают. Они просто говорят, нам нужен классный вкусный продукт. А мы уже там внутри у себя это смотрим, каким он должен получаться. У нас есть лаборатория, которая в моменте измеряет несколько десятков показателей по томату. Сладость, сахаристость, кислотность, содержание каких-то там элементов. Это целый мир. Сейчас требования сети направлены на эксклюзивные гибриды в области черри, на гибриды бифы нестандартной формы. Но при всём при этом они высказывают своё пожелание, но не готовы пойти в то, что хорошо, мы сейчас это всё производим, мы контролируем весь процесс и заходим в бренде. Сейчас основное требование сети, заточенность сетей, она на создании собственных торговых марок. И здесь, конечно, у нас возникают некоторые моменты такие, ну как сказать, это вопрос переговоров. Мы как компания, которая вкладывается в свой продукт, конечно, хотим предлагать бренд. А сеть говорит, нам нужен СТМ. Но для меня, вот как для человека, отвечающего за бренд, всегда вопрос. Ведь если взять ситуацию с потреблением томата, вот человек приходит в сеть, когда есть выбор, возможности, вероятность покупки, она намного выше, чем когда есть один СТМ. Поэтому я сейчас на форуме сказала, коллеги, давайте договариваться. Я понимаю, что есть правила, мы их не нарушаем. 50% полки СТМ, 50% отдайте нам полку под реальную конкуренцию. Нам интересно участвовать в этой конкуренции. Но нам важно понимать, что у потребителей есть право выбора нас, как производителей. Ведь для человека сейчас, в наше время, очень важно обещание безопасности. И мы делали исследование, смотрим, все так же томат выбирают по запаху, так же томат выбирают, смотрят на внешний вид. Но очень важно человеку ощущение, что он в безопасности, и кто-то на той стороне ему гарантирует, что все хорошо. Вот эта гарантия, это гарантия бренда. И мы этим очень гордимся, что мы можем это гарантировать, и можем это показать. Но с сетями в этом вопрос сейчас, конечно, серьезно. Но вы работаете и под брендом, и под СТМ? Конечно, конечно. Мы по всей стране работаем и по брендам, и по СТМ. А больше сейчас куда перевес? Смотря какая категория. В среднеплодном томате, сливовидном, круглом, наверное, большая часть портфеля, она все-таки идет под СТМ. А там, где у нас есть эксклюзивные новинки, о которых я вам с удовольствием расскажу, о том, что мы выпустили единственные на рынке, конечно, это идет под брендом, потому что человек должен нас найти. Что значит под СТМ? Под СТМ может любой производитель поставить продукт, и там вот просто называться условно, такая-то ветка, 250 грамм. А когда продукт под брендом, это только мы. Потом сети сейчас выступают с пожеланием предложить новые модели потребления, новые упаковки. В этом направлении мы работаем. Во-первых, мы выпустили продукт-посылка из Баку. Это пульпер-картон, это полностью биоразлагаемый материал, и, в общем, поставляем продукцию в таком виде. Потом мы выпустили продукт-кусняшки, называется единственное на российском рынке, сделали продукт в упаковке Дойпак. Дойпак – это возможность расставлять продукт на предкассовой зоне, в смежных категориях, в десертах, в сырах, в молоке и так далее. Здесь история нашего диалога с сетями. Во-первых, ну, конечно, у нас получилось увлечь другую аудиторию, больший объем аудитории, потому что этот продукт покупают те люди, которые, например, не идут конкретно на нашу полку. А вот они шли мимо сыров, увидели, и, в общем, все сложилось. Здесь тема еще в том, что сеть говорит, предложите новую модель потребления, упаковка таким образом сконструирована, что она позволяет разместиться на выделенных лентах. По цифрам мы провели в одной из сетей промо-акцию с конкретным продуктом с вкусняшками. В период проведения акций продажи выросли в 4 раза, а потом мы еще отслеживали пролонгированный эффект, сколько длился эффект этого, ну, как сказать, спроса. В среднем увеличение продаж было в 2 раза по сезону. Вообще, в принципе, к бренду и по конкретной позиции также было внимание отдельное. Очень большие сейчас разработки ведутся во взаимодействии сети производителей в поисках новых гибридов. Вот у нас сейчас есть линейка жемчужин. Красная жемчужина – это черри виноградной формы, как виноградинки. И жемчужина таити. Если вы посмотрите в интернет и забьете, жемчужина таити, цвет жемчуга таити точно такой же, как тех черри, которые мы сейчас выпускаем. Сети это тоже просят. Но для нас, опять же, это очень важно под брендом. Там у плодоножки звездочка. То есть, когда вы смотрите на ягодку, у плодоножки там прям форма звездочки. Но мы единственные, надеюсь, по крайней мере, сейчас ведутся такие переговоры, когда заключаются договора производителей таких черри. Конечно, это и по требованиям рынка, и по требованиям сети, и по нашим собственным ощущениям должно быть все очень интересно. С ума сойти. Если резюмировать то, что вы сказали, то вот на чем сейчас вы в ближайшее время будете фокусироваться? То есть, получается, у вас сезон заканчивается когда? Июнь или июль. И начинается в октябре. Начинается в октябре. То есть, у вас вот сейчас вы на пороге нового сезона, да? Да, мы начали уже. У нас коктейльный томат сейчас выходит. Удивительный, классный, сладкий, плотный. В России не знают, что такое коктейльный томат. Вот очень хочется развить эту категорию, но люди не понимают, что есть черри, а есть биф, а посерединке есть коктейльный томат, который очень удобный для готовки, для салатов и так далее. Ну вот мы сейчас развиваем эту категорию. Сейчас основные потребительские тренды, в которых мы все работаем, и сети, и мы их, наверное, пять. Это основные тренды, связанные с социально-экономической обстановкой. Во-первых, человек ищет безопасности. Это должна быть полностью прозрачная информация на упаковке, о производителе, о составе, о весе, о гибридах и так далее. Именно поэтому здесь важно, чтобы все-таки был бренд производителя. Второй момент, то, что я уже говорила об этом, это мы все сейчас обратились больше вовне. То есть если говорить, о чем сейчас человек думает, большинство думают, а я, мир вокруг меня и мир глобальный. То есть какие-то глобальные ценности, и мы стараемся в продуктах также это транслировать. Сделали линейку «Мое лето без границ». Третий момент, эффект красной помады, я тоже о нем говорила, это когда человек в эпоху кризиса, стрессовых ситуаций, когда не может потратить средства на что-то большое, глобальное, он ищет для себя удовольствие в самых доступных вещах. И здесь вкусный, классный продукт – это то, что мы можем предложить человеку, и растет премиальный сегмент. Именно поэтому сети не уходят из премиального сегмента, оставляют эту полку, и этот сегмент растет. Ну, конечно, здоровый образ жизни и экологичную упаковку. Это, наверное, основные тренды, куда идут и сети, и мы. Ну, то есть вы вот на этом будете во всем фокусироваться. Да, мы фокусируемся, мы ищем новые гибриды, мы развиваем линейки, стараемся делать так, чтобы не возникало вопросов ни у нас, ни у потребителей, что томат – это и томат, а чтобы на каждую целевую аудиторию был свой продукт, потому что человеку очень важны эмоции. Эмоции – это та вещь, за которую потребитель платит дополнительные деньги. Это история в брендинге. Но мы здесь максимально честны, мы действительно дарим эти эмоции. Ну, то есть посылка из Баку, «Мое лето без границ», «Черри гейша». Почему она так называется? Потому что это розовый томат, а розовый томат больше всего популярен в странах Восточного, Востока и в Америке, и поэтому он сделан в восточной линейке через Сан-Ремо. Там томат, который идеально себя ведёт в блюдах итальянской кухни, в пасте, в пицце. То есть при нагревании он сохраняет свою плотность и форму. И если у нас всё получится, а мы надеемся, что всё получится, совсем скоро вы его увидите на полках магазина. Я думаю, что все согласятся с тем, что вот так горите своим делом, что очень хочется, чтобы у вас всё получилось. Спасибо большое вам. Спасибо большое.